В высоких залах с поражающей белизной лепниной уже можно представить финальную отделку и наполнение. Помещение ярмарки кажется не таким огромным, если знать, что здесь будут размещены более 200 информационных учебных стендов, 300 единиц мультимедийной техники, профессиональное освещение, звук. Реставрация самого здания подходит к концу. Покраска фасаду уже завершена на 85%, и рабочие скоро начнут готовить его к тематическому наполнению. Сделаны работы по ремонту крови, по замене окон третьего яруса, по реставрации и воссозданию стен, сводов. Мы закончили со старым зданием, и сейчас уже пошли работы по приспособлению под саму мультимедийную выставку. Поставляются перегородки, делаются специализированные полы. Со следующей недели уже запускаются работы по слаботочным системам, по электрическим системам. Вместо торговых павильонов на ярмарке разместится исторический парк «Россия. Моя история». Для создания экспозиции использовали более 2000 архивных справок и 11 часов документальной хроники. Внутри будут представлен 21 исторический блок. От Рюриковичей революции 1917 года до Великой Отечественной войны и Нижегородских художественных промыслов. Львиную долю здесь займет история родного края. Хотелось бы отметить региональный сегмент. Конечно, как Нижний Новгород влиял на историю нашего государства. Что происходило, связанное с Нижним Новгородом. Люди, рожденные здесь, воспитанные здесь. Какие решения они на государственном уровне принимали. Конечно, эта выставка на все эти вопросы практически дает ответ. Мы нашли очень много архивных материалов, которые сейчас оцифровываем. Не на сухих фактах учебников и конспектов, а через современные мультимедийные форматы. Выставка станет отличным дополнением к школьной программе, а отреставрированная ярмарка украсит город. Мы очень рады всегда, как жители города. Как бы школьники, если это узнают, тоже прекрасно, по-моему, инициатива отличная. Детям в школе, наверное, не очень интересно все-таки прийти и посмотреть это вживую, красочно. Это было бы намного интереснее. Это эстетический образ нашего города. Важно для каждого жителя. Хоть я здесь и не родилась, не выросла, но я же здесь живу последние несколько лет. И лично меня порадовало то, что власти решили реконструировать ярмарку. Ярмарка – настоящая и визитная карточка нашего города. И не только нижегородцы смотрят на грандиозное историческое сооружение. У нас действительно есть что посмотреть. Но не только на иностранцев мы здесь рассчитываем. Рассчитываем на то, что это будет знаковое место для посещения всеми нижегородцами. Сюда должны приезжать семьями. Особенно здесь много должно быть подростков, молодых людей. По итогам 2016 года Нижегородская область вошла в тройку всероссийского рейтинга по посещаемости иностранцами. Поэтому реконструированная ярмарка будет радовать не только нижегородцев, но и гостей города. А распахнет свои двери для всех посетителей уже скоро – 4 ноября.